так ребята всем привет в общем кого блин жалко и что мультик общем кого я продаю ребят и сейчас приедет владелец нужен новый будущий владелец я сейчас буду ставить задние тормозные накладки в общем тормозные накладки новые поставлю масляный фильтр хифа фильтра 303 не какой-нибудь там фильтр он с автомагазина или еще что-нибудь и новые накладочки на задний суппорт так ребят что спереди у меня накладки еще оригинал они еще хватит прилично не знаю видно не видно владелец как говорится без опыта на японских мотоциклах вообще на таких мотоциклах после ежа то есть я ему не посоветую передними тормозами вообще слишком сильно тормозить ему посоветую начать пользоваться в лайтовом таком режиме приучиться пользоваться передним тормозом это два пальца сюда вот и все никак не всей рукой вот просто два пальца вначале даже лучше одним научиться как я учился вначале одним потом два чтобы почувствовать саму как бы самой само торможение эффективности и вот как поменять задние накладки откручиваем один шестигранчик и вот второе сверху глушитель в принципе не мешаются принципе нормально сейчас можете прогрею приедет владелец уже с новым маслицем в общем я вам посоветовал поменять масло потому что его поменять действительно нужно и поменяем антифриз почему снимаем суппорт и что мы здесь видим чтобы поменять задние накладки нужно необходимо еще извлечь вот направляющие были ничего не видно мне в телефоне солнце для этого нужно вытащить шплинт он здесь вот поворачиваем направляйку и вытаскиваем шплинт сейчас я это покажу так вот ребят вытаскиваем направляйку тоже убираем но это потом перед установкой я все протру и смажу тонким слоем смазки и вот они колодочки накладки вернее они у меня отходили наверно годика четыре он практически я не катался на этом отеке то но как ездил но не так часто вот вторая тоже ребята изношена фирма тр трв что ли на трв да и вот что мы видим здесь маленечко мусор но суппорт суппорт хорошем состоянии видим даже никакой ржавчины нет на поршеньке это уже хорошо потому что я все красил и все смазал сейчас я смазываю и устанавливаю все в обратном порядке так ребят в общем все таки речи посмотреть еще смазка на направляющих и вот здесь короче был порван пыльник он был так треснутый вот так вот чуть-чуть и вот так вот сжал и он короче треснул пыльничек и короче муха на но у меня были короче новые пыльники я поставил короче новый пыльник не заодно обновил смазочку здесь сейчас буду устанавливать в обратном порядке блин просто как бы хочется чтобы мотоцикле ездили радовались они не ремонтировали его его делаю по нормальному так ребят вот снял пластик сейчас буду сливать маслица что там происходит движки в общем вот так вот он выглядит вот короче будет новый хозяину мотоцикла сейчас сниму такое коротенькое видео для него именно вообще как нужно эксплуатировать этот мотоцикл как нужно вообще ездить что страшно маленечко подождет то меня 10 минут я думаю не составит труда но это видео ему ему будет полезно вот вообще вот мотоцикл есть это не и жак это вообще не наш не русский мотоцикл это японец спорт турист в общем первое когда ты садишься на мотоцикл нужно обратить внимание то что он очень низкий и любые неровности кочки или там колеи ты можешь просто поломать плуг нижний пластик можешь просто поломать это во первых нужно запомнить то что он очень низкий во вторых резина здесь дорога мотоцикла низкий резина не для бездорожья во вторых в третьих вернее уже когда роса где-нибудь не нужно нажимать на передний тормоз можно упасть вообще на ровном месте колесо процесса моста скользнет ты не заметишь как ты упадешь у меня уже такое было дальше что лето будет жара в песок на пляж покупаться заезжать вообще нельзя ты только заедешь в песок у тебя колесо пробуксанет задние ты провалишься передняя завалится и ты упал это во первых то что песок вообще не нужен вообще пляж и так далее заезжать нельзя еще ушатывается цепочка от песка очень прилично так ну я вроде бы рассказал где на нем можно есть дорога трасса можно конечно и поля но блин нужно очень медленно очень аккуратно ехать очень медленно так вот пристраховывать себя ногами дальше как нужно заводить мотоцикл на холодный утром ты просыпаешься вообще горячий холодный ручку газу трогать вообще нельзя ее наоборот от себя и все убрать газовать вообще нельзя это приводит к заливки свечам газовать нельзя вообще вообще это карбы это япон японец японцы еще не любят заводиться при температуре плюс 5 вот нулевые температуры до плюс 5 вот когда он ночью был холод он промерз карбы у они не любят вообще такой температуры от плюс 10 и выше он заводится просто идеально а летом вообще практически без подсоса далее как заводить его вытягиваем подсос на холодную просто полностью вытянули поворачиваем ключ включаем первую нажимаем вот стартер у нас подкачивать бензонасос тук 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 потом включаем нейтральную загорается лампочка далее выжимаем сцепу и заводим но сейчас он у меня уже прогретой ребят и заводим вот так вот играем чуть-чуть играем чуть-чуть сцепой потому что вот этот датчик я все-таки хочу здесь его отключить датчик вот концевик сцепления на хонде я все вырубил honda на датчик сцепления концевик и концевик подножки я там отрубил просто это как бы лишнее и она имеет свой срок службы как бы ты там что ни дела не ремонтировал просто придется профессионально убирать подножку уже ногой на профессиональном уровне просто сев подножку убрал а то иначе можно поехать с открытой подножки можно поехать в повороте она упрется и ты упадешь в общем если что приедешь датчик тебе отключим без проблем и далее как нужно ездить на этом мотоцикле как нужно на нем есть первая скорость вообще включаем первую щелчок это характерный там чуть-чуть цепочка на тяги это нормально для этого мотоцикла это можно не переживать включаем 1 и трогаемся трогаемся также как на машине в принципе этот мотоцикл спорт турист первая скорость у нас предназначена просто чтобы грубо говоря тронуться там до 5000 оборотов 45000 оборотов все больше первую не крутим вообще 2 2 мы можем крутить до 6 все 6000 идеальное соотношение переключения коробки со второй на третью дальше можно конечно 7000 но я так не езжу я кручу вот 6 6 половины 7 но тоже как бы переключается все четко движок выше 9000 выше 10000 это край край выше 10000 не крути его не крути это не тот мотоцикл чтобы гонять как бешеный как на спорт ухе щелкать скоростя так вот интенсивно это мотоцикл тот это спорт турист на нем нужно ездить как на спорт турист спокойненько размеренно понимаешь у него все таки вес без камеры у меня там номер сзади открытый у него все-таки вес приличный грубо говоря у меня хонда весит 170 да а этот весит 200 205 весом мотоцикла чувствуется так же как и скорость торможения его чувствуется обычно едет также переключает спокойненько размеренно переключил переключаться я советую сразу привыкать не всей не всеми пальцами а привыкнуть двумя пальцами вот смотри два пальца да я еду сейчас на пятой вот сейчас смотри я подниму сборку и переключу на следующий скорость двумя пальцами привыкать привыкать сразу все переключился вернее это шестая вот два я покажу еще просто ребят кто смотрит еще другие люди я снимаю для всех как нужно эксплуатировать мотоцикл вот первое вы тронулись вот вторая двумя пальцами третья ручку газа сбрасываем ногу уже ногу уже чуть-чуть носочек поджимаем пяточку это лапу переключение передач и все переключаем чтобы точно понять как нужно переключаться нужно почитать загуглить переключение передач квикшифтингом это очень полезная информация если сразу научиться пользоваться этим вот как и себя научить обучить пользоваться как бы вешать там ну переключать таким способом то это продлит во первую жизнь коробки и ты будешь просто делать это очень легко и быстро это будет очень огромный плюс стилю вождения в опыту вождения переключаться нужно спокойненько размере не нужно резко особенно с первой на вторую первую крутить вообще первая нога для того чтобы тронуться а крутить первую вообще не советую значит что а крейсерской скорости вот еще вам планили будучи спрашивал какая крейсерская скорость сейчас мы посмотрим на 6 передачи если кто не знает звезды стоят 17 48 для меня крейсер это вот я еду как бы ну вот 130 нормально вообще не так задувает ветром я просто еще высокий поэтому меня будет меня задувает чуть побольше а ты чуть пониже ростом и тебе вообще будет комфортно ехать на этом мотоцикле вот 130 140 крейсер вообще хороший можно даже 150 ехать он вообще прям легко идет парусность у мотоцикла очень хорошая когда вот между фурами или ты обгоняешь фуру он вот так вот не подыхается налево-направо ну как бы пофиг вот если 150 держать он вообще прям легко идет но это уже скорость некомфортная лично для меня для меня комфортная скорость 120 130 вообще прям самый сок и расход на минималочки и вообще прям самый сок и ветром так не забывает короче самый край короче самый край еще что могу сказать когда ты едешь руль отпускать во время движения просто ну не рекомендую просто тебе как новичку на такой технике просто не по совету это уже как узнает вообще вообще так делать вообще нельзя это уже просто дурачество грубо говоря ехать и вот так отпустить руль это уже дурачество это ничего хорошего нет где-то ветер дунет в поле выехало ветер дунул у тебя вток грубо говоря у тебя руки отпущены у тебя руки не на руле вообще делать не крайне не рекомендую этим заниматься газ вот резко скидывать газ вот так вот как на спортах люди ездят на спортбайках где они предназначены как бы для такой эксплуатации вообще придуманы спортбайки резко дал газ и ускорился отпустил ускорился отпустил такого делать тоже как бы я не рекомендую подвеска сейчас передняя маленькая дубовая потому что масло там я залил 20b а 20b предназначена как бы от 20-25 градусов тепла как бы на летний период осенью и весной при такой температуре плюс 10-15 передняя подвеска дубовая маслица там такое густоватая скажем так так что на это внимание обращать не стоит что еще могу сказать как пользоваться мотоциклом сейчас колодочки новые и вообще ты как бы из опыта на таких мотоциклах вообще быстро не быстро не катайся вообще быстро не советую ездить сейчас колодочки я маленько попритираю задние и когда скорость скидывать будешь например с пятой на вторую лучше скорость так вообще не скидывать с пятой на вторую лучше скидывать постепенно по передачам третья потом вторая то есть скорость ты скидываешь естественно ты нажимаешь на тормоз и тормозишь вторая потом грубо говоря первая ну вот здесь я еду вот так вот что могу еще сказать низкие обороты слишком низкие обороты две с половиной тысячи на них передвигаться ну не рекомендую либо когда ты едешь очень медленно вот например вот первая да вот первую я включил и то когда очень медленно вот две-три тысячи оборотов это только для первой скорости все если где-нибудь по неровностям там я не знаю там решил выехать в лес грубо говоря да ну на природу да на модике все равно же можно выезжать вот первую скорость лучше чуть крутани там четыре тысячи но не переключайся на вторую и не держи обороты там две-полторы это движок очень оборотистый он оборотистый и во-первых он на таких оборотах не тянет у него низовой тяги нет на таких оборотах он просто не предназначен для этого так еще что могу сказать когда заводишь мотоцикл вообще куда-то хочешь ехать покататься обязательно прогревай его объясню почему нужно прогревать мотоцикл вообще вот как бы ну машины они еще терпят а вот мотоцикл конечно я вообще просто лично сам грею технику хотя бы 5 минут вот 5 минут вот хотя бы погреть в принципе это труда не составит никакого но зато это сбережет двигатель погреть его 5 минут объясняю для чего его греть движок высоко оборотистый это 400 во-первых там гильзы очень толстые гильзы у тебя поршня расширяется моментально гильзы не успевают нагреваться и расширяться так как нагреваются поршня они просто по скорости не успевают потому что еще система охлаждения просто надо как бы разогреть 400 она вообще долго греется и она не кипит ни в жару практически вот вентилятор включился выключится все по городу вообще идеальный вариант 400 такой вот самый хороший варик советую прогревать даже в жару даже вот плюс 30 ты его выгоняешь из гаража заведи пусть 5 минут поработает 5 минут недолго ждать пусть поработает просто чтобы сберечь двигатель даже элементарно это карбюраторы карбюраторы нужно прогреть прогревая не выше 2000 оборотов это самый оптимальный вариант ты его завел чуть-чуть прям газу да вот ты на подсосе завел его он у тебя поработал буквально 20 секунд да вот летом 30 секунд подсосик убрал чуть-чуть прям прогазовал чуть-чуть прям до 2000 до 3000 чуть-чуть прогазал и все у тебя установится холостые обороты где-то 2000 да вот ты вот ручку так чуть поднатянул у тебя двушка установилась и все и нормально и вот так его оставить на 5 минут пусть погреется когда вот такие подъемы гора или еще что-нибудь не советую ехать на 5 передаче и вот напрягать его оборотами лучше раскрутить двигатель до 6 до 7 тысяч и входи в гору он идет очень легко потом в гору ты поднялся вот я сейчас на 6 был ты поднялся и все и он вообще прям отлично едет или заранее поднабирать скорость для горы но не советую блин опять же хрен его знает какая дорога лучше маленько самые такие обороты я повторяюсь хорошие обороты такие такие вот фиговиты для оттягиваться как бы ну на которых нужно ездить начиная от 4 наверное лучше наверное куда 4000 если по ровной дороге от 4000 до 8 до 9 тысяч меньше 4 не советую вот слишком его нагрузить понимаешь это сравнимо с тем то что вот как вот некоторые люди едут по полю да экономят бензин там на какой-нибудь там я не знаю на УАЗике да включат там четвертую и едут по полю у них на Тахове полторы тысячи оборотов да у них блин ни давления нет и на колено нагрузка идет очень-очень большая вот так не советую делать ребят поймите я просто переживаю за свой мотик и реально стараюсь предупредить человека чтобы во первых ну правильно пользоваться чтобы правильно ездить просто у человека после ИЖА кроме ИЖАКа никакого опыта не было у мотоцикла может быть и были но как бы мне сказал вот после ИЖА у него первый Японец и перед светоформе старайся тормозить заранее во первых на желтый свет не советую я тебя проезжать это раз в городе вообще вот я в городе блин я в городе на мотоцикле ездил медленнее чем на машине просто реально тебя не видят реально тебя не видят ну просто реально тебя не видят можно просто блин попасть конкретно минимум поставить на мотоцикл дуки дуки обязательно они стоят не знаю четыре тысячи три семьсот четыре там где-то четыре тысячи рублей но эти четыре тысячи рублей если что-то будет они тебе столько сэкономят денег что ты вот вообще допустим едет какой-нибудь там парень на мотоцик заваливает его на бок у него скользячка у него мотик падает на левый бок на левом боку у нас генератор генератор там магнит мотик скользит по асфальту еще не зависимо от какой скорости он ехал он скользит по асфальту мотоцикл и на асфальте грубо говоря допустим такая выбоина ямка и он этим генератором этой разбитой крышки залетает в эту ямку и ударяется он разбивает магнит это раз магнит уже под замену и плюс то что мало того то что он разобьет магнит он погнет сам коленвал а если ты уже сместишь там на то ли там соток сам коленвал если погнется то это все это попадос на движок попадос на колено вот так вот поэтому блин для себя лучше поставить дуги дуги безопасности на мотоцикл вот я рекомендую для любого мотоциклиста для любого райдера поставить дуги я просто на этом мотоцикле начинал ездить очень аккуратно я просто знаете ребята вот даже планетка у меня вот вот планеточка вот у меня была конечно жалко ее конечно продал все таки ее ребят не хотел рассказывать продал планету скоро выйдет видео вот я вообще как бы к технике отношусь ну бережно я ее берегу я за ней ухаживаю как за ребенком так оно и есть если где-то я и гоняю то я гоняю как бы в таком режиме как бы для техники как бы бережно можно ездить по разному можно ездить быстро и в то время не беречь технику можно переключаться как вообще неправильно как бешеный проезжать кочки как бешеный как отморозен а можно ездить быстро но знаете как говорится бережно быстро но бережно беречь технику везде камеры начали ставить блин вообще жесть а я сегодня пацаны с открытым номером поэтому не гоню так быстро ну сколько? вот 80 я проехал мимо камеры нормально все таки у меня привычка осталась еще ребят переключать вот как бы шестая не шестая привычка у меня это никуда вообще не делась начиная от русских мотоциклов особенно когда едешь когда едешь на Урале и думаешь четвертая это у тебя или третья там просто такой разрыв прям маленький четвертая и третья и думаешь ты точно на четвертой блин а не на третьей оказывается ты на четвертой и так же вот тоже у меня на всех мотоцах блин это точно шестая вот так вот шестая и так как кстати ребятка лодочке уже притираются да ты бля вот когда экстренный тормоз экстренный когда у ты будешь тормозить вот так вот экстренно то советую сразу двумя пальцами передний тормоз два пальца не казалось привыкай сразу а а а а а а а а а тормозные колодки ребят задней фирма ахл притерлись вообще хорошо быстро вот первые разы прям первые метра знаю первые метров 500 прям торможения были вообще я его еду и потираю чуть-чуть еще посоветую самый такой важный для себя привыкнуть мотоциклов и научиться им тормозить то есть ты выезжаешь куда-нибудь на какую-нибудь дорогу да где нет автомобилей такая дорожка где нет автомобиля есть небольшой скоростью стараясь поэтому 40 разгоняешься максимум вначале 20 потом с 30 вот так вот едешь лишь и экстренно оттормаживаться вот именно одновременно и передним тормозом и затем и 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 Блин, блин, пацаны Блин, я не думал, что так у меня в этом сезоне Мотик быстро купит, блин Мою кавушку Потому что столько реально Вот в последние три дня Реально столько людей звонят, звонят, звонят Хотят приехать Вот сегодня утром там позвонил один Какой-то мужичок говорит У меня деньги есть, давай я приеду Я говорю, извините, у меня мотик уже забронировали Если что, я перезвоню, сообщу Он ладно, говорит, хорошо Просто я не знаю, что выбрать Такой новичку для трассы Если вот CB400, да, вот Honda Она опять же для трассы Она, блин, не очень Она не обтекаемая Ну, блин, ребята, я чувствую то, что Мотик не хочет со мной расставаться Потому что Ну, что-то мне подсказывает Что-то он подсказывает мне Как бы вилять Вот сейчас вот я еду, да Вот только заговорил, типа И вот он виляет сам Я не знаю, с чем это связано Либо ветер вот так вот он сейчас Повиливает Переваливается Говорит, типа нет, не надо Все-таки планетку я продавал тоже Она мне так подсказывала Типа хочет остаться у меня Вот здесь-ка я остановлюсь Что-то, блин, реально Мотик завилял Давление в норме Сзади Все нормально Эх да, блин Шестой год он у меня, ребят Этот мотоцикл Шестой год Главное ездить аккуратно вообще Просто Где вот нужно лезть Где вот Как бы Хочешь куда-то залезть Лучше туда не лезть Если вот Нет знания Нет опыта Как бы Вот Куда залезть надо Я уже туда залез В общем, вот так вот, ребят Блин, а Я еще просто, знаете, что, ребят Вот пока собираю Хонду, да Мне вот, в принципе, еще не так много осталось Но все-таки надо Еще время на сборку уйдет На сборку Хонды еще время уйдет И вот пока я делаю Хонду Я вот за частями ездю Как бы вот на каве А сейчас у меня Считайте, все Сейчас у меня такого мотика уже Блин Дорожного Чтобы передвигаться по трассе Уже вот только Хонда одна осталась И Урал Так, чтобы уже вот сел, поехал И все Уже как бы Сейчас пока у меня Такого уже нету Сейчас пока только на тачке На машине А на машине, ребята, ездить Это вообще не то пальто Вообще не то Не то вообще Абсолютно не то Это вообще прям Здесь вот, допустим, надо ехать На первой передаче До пяти раскрутил ее Потому что ты в городе И вторую щелк Так же на пятерочке щелкаешь В городском режиме И нормально Главное на мотоцикле Это Научиться неправильно разгоняться А самое первое Научиться правильно останавливаться И тормозить Вот это вот самое важное И поворотники надо тоже включать Вот право ты включил А выключается он просто на серединку Вот так чисто нажимаешь И все И он выключается Да, ребятки Короче, блин Все Модик-то Скоро у меня не будет Блин Жалко, конечно, блин Жалко Что-то он мне звонит Там, сейчас я отвечу Алло, я уже вот на Ефремово На подъезде Все, все Ты можешь выйти на улицу Блин, от УАЗика прям летит все По луже проехал Вообще жесть Прям глаза Мои глаза Сейчас я уже чувствую Модик маленько Вот прогресса Передняя подвеска Прогрелась так Да, кстати Давление в колесах Надо проверить Я думаю, слишком высоковатое оно Сейчас потеплело Солнце прям пекет Вообще конкретно А я-то подкачивал Когда, блин Было сколько градусов Плюс Семь, что ли, я заводил Я там чуть побольше Сделал давления Чем нужно А сейчас Температура на улице Выше И в колесе давление Выше Вообще давление Надо проверять Хотя бы раз в две недели Вот ребята Не могут сделать Здесь асфальт Прикиньте Вообще жесть Так, все, ребята Короче Писали договор Купли-продажи Блин, а Кстати, погодка Ничего так Повеселее становится Вот когда на улице От плюс 10 и выше Мотик прям заводится Вообще прям Четко Я вот не знаю Почему, ребята Вот У японцев Вот именно Вот такая вот фигня По температуре Строгая Вот На многих мотиках На японских Такая вот Шляпа происходит С чем это у них связано ХЗ Лучше Блин, как не люблю Ездить по лужам А вообще Жесть ВООБИТЕМА 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 коронавирус коронавирус всех ну чё ребята вот короче мотик все короче сейчас покупатель бабосики мне даст все ребята короче мотик уже не мой продавая его за 140 рубасиков пацаны в принципе я конечно ушел в минус но блин но то что у меня сейчас есть honda и мне есть куда вкидывать бабосики